для начала хочу показать вам мацони мацони вот такой вот продается либо готык кто как называет в россии можно его заменить вот просто квашей две с половиной процента вот здесь вот она как мацони точь-в-точь видите густоту нам нужно значит 500 грамм вот так вот 500 грамма добавляю одну чайную ложку солны суда будет гаситься и будут появляться пузырьки мацони начнет подниматься сестра добавляю чуть-чуть соли где-то пол чайной ложки и одну упаковку солнечного масла можно маргарин вот одна пачка 180 200 грамм у меня здесь 200 масло мягкое поэтому перемешиваем прямо а если у вас мясо масло холодное пропустите через стерку нам нужно сделать крошки крошки вот видите будем собирается и вот в конце такие же крошки мы малачинку должны сделать вот видите уже пузырьки появились добавляем сюда один желток белок не выбрасываем белок нам что будет нужен сюда немножко ванилина для аромата щепотку сахара можно сюда или сюда без разницы я вот так вот с теста добавлю щепотку одна столовая ложка не полная все теперь вот эту смесь видеть как поднимается уже пузырится и поднимается добавляем сюда и замешиваем тесто вот так вот собираем лучик потом при раскатывании все равно муки будем добавлять ставлю в холодильник на полчаса так для начинки у меня здесь 4 стакана просеянной муки стакана 200 граммовые я можно его обжарить значит на сковороде но у меня духовка горячая его поставлю в духовку на несколько минут не надо обжаривать до темного цвета просто вот когда уже будет такой ореховый запах тогда уже хватит делать это для того чтобы есть обжаривать муку получается вкус ореховый не муки а вот именно такие вот многие люди даже не понимают что там нет орехов вот такое вот ощущение что там орехи вот поставлю я в духовку на несколько минут достаточно обжарилась больше не надо минут 10 у нас остыла которые мы жарили добавляем туда ванилин и масло масло практически столько же вот так вот один стакан сахара масло 200 грамм также 1 стакан сахара и 4 стакана прожаренной муки и щепотку ванилина ванили вот прожаренная мука такой аромат приятный пахнет мороженым прожарила я где-то 190 200 градусов была температура духовки минут где-то вот 9 не больше может 10 20 цвет уже стал такой коричневатый светлый кремовый все теперь надо ее разделить на две части чтобы тесто мы будем делить на две части и раскатывать как бы чтобы одинаково было разделить на две части и так через полчаса на две части тесто половинку кладем обратно в холодильник пока занимаемся первой частью мукой и раскатываем теперь смазываем его белком для чего это делается для того чтобы начинка не выпадала из него кисточкой неудобно нужно даже руками начинка прилипает в белку и не выпадает при нарезке теперь посыпаем половина начинки которая у нас была вот так вот прижимаем и заворачиваем плотный рулет вот здесь на кончике нет начинки здесь вот белок смазала чтобы прилипло немножко надо распластать резать фигурным ножом а и 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 Яичным желтком. Все, теперь выпекаем при температуре 200 градусов, 190-200 градусов, в тару умяной корочки. Продолжение следует... Итак, делаем сироп. Значит, здесь где-то 80 грамм сахара, столько же воды, кипятка. Варим до полного растворения сахара. Как только закипит, минуты две кипятим, как раз сахар весь растворится. За две-три минуты до того, как приготовятся печеньки, смазываем сиропом. Смазали сиропом, кладем еще на две минуты. Можешь смотреть? Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Вот такая вот красота получается. Посмотрите, сироп придает блеск. Ну и такой приятный привкус, сладковатый сверху. Вот кто хочет, чтобы блестели. Так можно сироп не делать, можно просто посыпать сахарной пудрой. Просто сиропом видите, как красивый блеск получается. Только у меня в итоге получилось. Конечно, уже несколько штук седина. Вот. Остальное вот здесь вот.